Всем привет, на связи SmokeFX и сегодня в этом видосе мы с вами проведем технический разбор на финансовом рынке. Покажу вам свои фишки, которые я использую при своей самостоятельной торговле. Вы их сможете запомнить и после использовать, но уже в своей самостоятельной торговле. Видос будет обучающего формата. Для вас, конечно же, я все буду сопровождать, объяснять, почему движение происходит вверх, вниз. Все будет максимально понятно, как раз на обширный такой уровень для всех трейдеров и новичков и профессионалов для всех. В начале видоса, ребята, дайте сюда жизни, поднавалите тех лайкосов, давайте соберем косарик 500. Было бы неплохо, самые здравые подписываются на канал и нажимают на колокольчик, а потом на все. И скорее всего твоя жизнь изменится уже завтра. Проснешься в окружении четырех девушек с четвертым размером груди. Это не точно, но вероятность такая есть. Давайте с вами приступать. Девушки с четвертым размером груди. Итак, что мы с вами имеем прямо сейчас? Не будем тратить время на поиск валютной пары. Нахрена! Заходим. SmokeFX Helper Bot 3.0 OutUSD. Красненький у нас светится. Выбираем, запускаем и смотрим. 89% вероятность движения на понижение достаточно серьезный процент. Валютная пара OutUSD. Давайте выбираем ее здесь. OutUSD пропустил. Еще раз. Вместе смотрим. Вот здесь мы ее находим. Так, вчерашний анализ. Все у нас шло на понижение. И полностью произошел разворот. Посмотрите, как в жизни бывает. Объемы появились. Разворот произошел. Учимся читать график. Дамы и господа. Первым делом самое очевидное. Да, да. Это направление движения. Отметь. Дальше. Область, от которой происходит это движение. Выше находится еще одна область. Ключевая. Ключевая, я бы сказал, область сопротивления. От нее также мы можем потянуть вот эту стрелку. То есть, общее движение вниз. Прямо то, что доктор прописал. Здесь отметим локальные остановки, которым у нас происходит движение. Происходит? Ну, конечно, происходит. А вот USD. Это вход куда? Правильно. В сторону вниз. Во-первых. SmokeFX Helper. Так сказал. Да. Во-вторых. Давайте я покажу вам, как избежать ситуации, где вы сливаете свой депозит. Потому что так часто бывает. Вот смотри. Ты увидел подобную ситуацию. Ты зашел в рынок на понижение от области. Вроде бы все подходит. Но давай предположим, что может быть на графике произойдет движение еще выше. Что ты будешь делать? Отмечай заранее ключевые остановки при движении цены сверху вниз. Это данный минимум, данный минимум, данный минимум даже. То есть большое количество остановок. И ты должен понять, что если, например, ты торгуешь плюс-минус вечернее время, твой объем достаточно низкий. И для того, чтобы цене, например, на повышение выйти за эту ключевую остановку, нужен хороший объем. Его у нас нет. Соответственно, где-то от этих областей, в случае даже движения на повышение, у нас в любом случае произойдет разворот. Смотри. Под номером 1 ты отмечаешь большое количество этих остановок. И дальше. Не хочу я выбирать. Но почему-то он мне... Смотрите, да. Хочется вам все объяснить. А он мне здесь область какую-то оставляет. Поэтому перезагрузка. TradingView как-то решил меня подставить. Ладно. Так. Все равно подставляет. Пацаны, я-то вроде все понимаю, как движение устроено. Ну, хорошо. Будем бороться с этим вот следующим образом. Да? Вот так вот. Подходит? Подходит. Реально оно просто не двигается. Ты понимаешь? Может быть вот так вот. Давайте вы попадете на момент, где я... Что? Вообще другой шаблон. Ты понимаешь? Значит, так надо было. Значит, так нужно было. Так. OutUSD. Пусть будет новый шаблон. Тем более, знаешь, какая-нибудь динамика. Видос добавляется. Все. Мы двигаемся. С новым шаблоном мы двигаемся, ребята. Используйте его. Еще раз. Отмечайте все ключевые остановки на графике, чтобы заранее понимать, где вы будете использовать возможное перекрытие. Ну, вот, кстати, здесь оно уже у нас и может происходить. Движение чуть выше произошло. Давайте на это же время двойной суммы вход также на понижение. Показываю вам, как вы можете себя перестраховывать при движении на понижение. Вот оно у нас происходит. Еще раз все заново. Так как у нас произошел такой сброс. Сброс инфы на трейдинг. Ну, произошел и хрен с ним. Нам это абсолютно никак не помешает. Вот так вот. Теперь смотрите. Объемы. Все упирается в объемы. Здесь они направлены на понижение. Предыдущие объемы у нас здесь дивергенция. Отсюда уже так же сразу же должен был быть, должен был быть произойти разворот. И движение в сторону вниз, но такой нахальный покупатель решил пойти еще выше. Он думает, да мне вообще плевать на дивергенцию, пройду еще выше. Но объем не подкрепляет движение вверх, соответственно, оно у нас закончится. В самое ближайшее время. Просто, если ты открылся не в самый удачный момент, используй дополнительный вход в рынок от областей. То есть, ты заходишь на понижение, используй вход в рынок, активизируй в себе эти аналитические способности. Движение в противоположную сторону, вход от области ПС. Ну, это ключевое правило на самом деле. Оно достаточно простецкое, прямое, простое. Поэтому, всем советую его использовать. Вот, смотрите, вход в рынок один сразу после движения на повышение к области сопротивления. И уже от этой области дополнительный вход в рынок. Если вы будете перестраховываться наперед, вот так вот, да, отмечать все области, взять и потерять здесь бабки, это, ну, это невозможно. Разбейте свою сумму баланса на три части, а лучше на четыре. На основной вход и на три перекрытия. Ты понял? И все будет классно. Тогда уж точно слить невозможно. Потому что ключевая проблема, это не планомерная потеря всех своих бабок, объективно. А это ежемоментный слив всего депозитов в каких-то странных эмоциях. Все же теряют бабки на эмоциях. Ты мог произвести неправильный анализ. Окей, ты его сделал неправильный. Ты должен максимум потерять в одной сделке 10%. А люди теряют 100%. Почему? Да потому что ставят на последнее перекрытие сразу все бабки, все хотят быстрых денег. Так вот, для любителей быстрых денег. Используйте вот этот метод. Отметьте сразу все возможные области, от которых может произвести цена, произвести разворот. Как это сделал я? Просто линии на графике, но уже все становится на свои места. То есть, даже если, смотри, сейчас движение еще выше, куда? Опять к этой области, еще выше. Я буду знать, где мне использовать перекрытие. Где мне использовать дополнительный вход. И опять же, поглядывайте на объемы. Обычно вечернее время, на закрытии недели. Наши объемы, ну, достаточно вялые. Для того, чтобы взять и на уверенной ноте пройти еще выше, выше, выше и выше. Это здесь у нас 30 секунд завершения. И отличный пример того, вот как это все нужно делать. Смотри. Первое перекрытие. Мимо. Мимо. Меня просто послали. Что я делаю? Смотрю на объемы. На объемы внутри свечи. Вот, видишь? Первый объем. Ну, маловато. Надо больше. Больше объема мне дайте. Объем копится, но недостаточно. Ты смотришь и оцениваешь объемы внутри свечи. Еще чуть-чуть объема. Новая свеча. Сразу объем на понижение появился. Видите? Много объема на понижение. И фактически нет объема на повышение. Но при этом у нас объемы в нижней части выросли. И пропала дивергенция. Поэтому мы с вами отметили уже ключевую область, от которой можно заходить в рынок. И продолжаем смотреть. Здесь слить невозможно. Это не аутотренинг. Просто смотришь на объемы внутри свечи. Показываю вам работу. Реальную работу с перекрытием. Когда плюс, 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 без перекрытий. Все так гладко. Все так, знаешь, как... Я не знаю, как ноги у девушек в рекламе станков для бритья. Они же бреют этими станками сразу идеально гладкие ноги. Здесь у нас не бывает идеально гладких ситуаций. Но мы с вами можем делать выборку. Здесь, благодаря этим горизонтальным линиям, она у нас уже имеется. То есть мы понимаем, где нам использовать перекрытие. Мы с вами смотрим на объемы внутри свечи. Пацаны, я вот этот промежуток говорю с вами. Не просто так, да, от нечего делать. Я жду нормального объема, чтобы зайти в рынок. То есть объем должен стрельнуть. Он мне должен показать, что он здесь присутствует, что он действительно сильный. Пока я такого не вижу. Потому что в противовес у меня сразу появляется объем на покупку. И вот вам снова рывок на повышение. Происходит, происходит. Где объем на продажу? Вот, еще выше. Не зря ждем. Кто умеет ждать, тот в любом случае заработает. Не торопитесь. Не торопитесь в своей самостоятельной торговле. Вот так вот. Реакция происходит. Разворот. Все в порядке. Мы ничего не пропустили. Нам нужно убедиться, что да, объем здесь все. Это разворотная формация полностью. Поэтому мы с вами заходим. Откат внутри свечи там был на 100%. Давайте вот так вот. Просто одной сделкой ничего дробить здесь даже не нужно. Сейчас я вам объясняю, что здесь произошло. Что я здесь увидел? Движение на повышение, попытка пропала дивергенция. Вроде бы и выход из отрицательной зоны, но все еще не выход. Тренд все еще направлен на понижение. И вот эта ситуация с попыткой на повышение, разворот на 100% размера движения на повышение и движение вниз плюс объемы внутри у меня очень активно начали появляться. Это утвердительно указывает нам на то, что это разворотная формация. Что у меня будет происходить? Закрытие этой свечи, открытие новой свечи и дальнейшее планомерное движение на понижение. Вот как в этом случае. Вот плюс-минус это работает именно так. Плюс ко всему, заметьте, движение у нас произошло как раз от этой области, которую я отметил. У тебя может не сработать первая область, произойти ее пробитие, движение еще выше. Но когда ты увидишь уже полноценный разворот, вот как здесь, тут все вопросы просто-напросто исчезают. Все становится очевидно на все 100%. По OutUSD разворотное движение, я думаю здесь уже все поняли по этому движению. Пацаны, и просто знайте, что этот же принцип работает у нас в закрытой группе, где каждый день просто-напросто сотни, 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 сотни торговых прогнозов. Движение вниз, давайте дождемся этого плюсика обязательно, чтобы попал на видос. И так, и плюс, 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 огромная минутная свеча на повышение. Все-таки решил покупатель здесь реабилитироваться. Но запомните, что мы здесь заходили и использовали перекрытие от области плюс объема. То есть, по факту, ничего сложного, но абсолютно рабочая простецкая схема. Пацаны, лайкосы поднавалите. Вступайте в группу, здесь крайний возврат. И справимся, исправимся на плюсах. Вступайте, в общем, вся софтина, все есть. Тут лайкосы, вы поняли. Подписаться, это вообще must have. Все, на связи был Дед Смокуфык, всех обнял. Пока. Смокуфык стащит. Смокуфык стащит. Смокуфык стащит. Эй, е, 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 боль, е, боль.